Этому маленькому 4-метровому автомобилю уготовано место в истории. Перед вами Jeep Avenger, первый электромобиль в истории марки. Официальная премьера состоялась на парижском автосалоне, хотя изображение машины и некоторые технические подробности были известны и прежде. Однако теперь мы знаем о Мстителе, а именно так переводится название модели, почти всё. Представленную пока электроверсию в движение будет приводить электродвигатель, выпускаемый фирмой Emotors. Это совместное предприятие концерна Stellantis и япона-французского холдинга Nideclerua Samer, и мотор для Avenger станет его первым продуктом. Мощность силовой установки 156 лошадиных, крутящий момент 260 ньютон-метров. Пластиковая панель между фарами имитирует фирменную фальш-радиаторную решётку с традиционными для джипов семью прорезями, но в целом новинка имеет к Америке довольно опосредованное отношение. Ведь в основе тут лежит французская платформа CMP, так что технически роднёй Avengerу приходятся автомобили вроде Opel Moco и Peugeot 2008. Однако заявленный дорожный просвет вполне убедительный для переднеприводного кроссовера 200 мм. Батарея ёмкостью 54 кВт-часа поставляет ещё одно АСП. С Тилантиса и китайской фирмы CATL обещан запас хода в 400 км по циклу WLTP, а в городском режиме и все 550 км. Считается, что среднестатистический европеец проезжает около 30 км в день, и этот дневной запас энергии можно получить за 3 минуты на общественных быстрых зарядках, а за 24 минуты батарею можно зарядить с 20 до 80%. Это по-прежнему менее удобно, чем заправка автомобиля жидким топливом, но дистанция понемногу сокращается. Оснащение Avenger довольно богатое. Помимо прочего, есть встроенный в кресло массажёр и сервопривод пятой двери, за который, к слову, скрывается основной багажник объёмом 380 литров, плюс ещё 34 литра в переднем отсеке. Чтобы сохранить интригу на будущее, компания показала ещё и джип Avenger 4х4, который пока существует в качестве концепта. Компактная полноприводная электричка — это уже интересный проходимец, однако подробности пока держат в тайне. Выпускать Avenger, а следом за электрокаром последуют модификации с двигателями внутреннего сгорания, будут с 2023 года на польском заводе Стилантиса в городе Тыхы.